привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня мы поговорим о таком замечательном приборе как радиометр крукса а представляет он собой стеклянную сферу из которой откачан воздух и там на игле установлена легкая крыльчатка которая может вращаться с очень малым трением и при этом лопасти этой крыльчатки с одной стороны зачернены а с другой стороны могут зеркально отражать свет сделаем первый опыт включим лампу накаливания и свет лампы упал на лопасти крыльчатки и она стала раскручиваться а теперь приблизим лампу поближе и и крыльчатка стала вращаться еще быстрее радиометр изобрел английский физик и химик вильям крукс в 1874 году он взвешивал небольшие количество веществ с высокой точностью и делал это в откачанном объеме и он заметил что когда на весы падает солнечный свет то они изменяют свои показания крукс считал что этот эффект возникает вследствие давления света и создал свою конструкцию для того чтобы этот эффект демонстрировать но однако же он был неправ потому что когда свет падает на зеркальную поверхность то он передает вдвое больше импульс чем когда он поглощается затемненной поверхностью и поэтому радиометр должен был бы вращаться зачерненной поверхностью вперед от источника света а на самом деле он вращается вперед зеркальной поверхностью это можно подтвердить еще в одном опыте посвятив на лопасти радиометра светодиодным фонариком когда я направляю свет фонаря на зеркальную поверхность крыльчатка даже не шелохнется но направим свет на зачерненную поверхность и крыльчатка приходит в движение но тогда получается что радиометр вращается не под действием давления света а из-за нагрева крыльчатки и вот у меня на столе стоит обогреватель с параболическим зеркалом света он дает немного а тепла весьма порядочно и вот я направляю его на крыльчатку и она начинает вращаться если придвинуть обогреватель поближе то крыльчатка радиометра разгоняется до 5 оборотов в секунду и казалось бы мы теперь можем дать простое объяснение радиометрического эффекта когда молекулы газа сталкиваются с более холодной зеркальной стороной крыльчатки они отскакивают с тем же импульсом а когда молекулы газа сталкиваются с более горячей зачерненной стороной то они приобретают дополнительную энергию а значит и дополнительный импульс и эти молекулы передадут крыльчатки больший импульс и крыльчатка будет вращаться зеркальной стороной вперед как это и показывает опыт но этом объяснение не учтено что при нагревании газ расширяется его плотность уменьшается и хотя молекулы уносят больше импульс но число столкновений может стать меньше и за счет этого давление на зеркальные и зачерненные лопатки выровняется а значит нам нужно объяснить почему давление все-таки не выравниваются и почему газ для этого должен быть разреженным и сейчас мы это сделаем а для этого мы рассмотрим одну модель внешне на радиометр крукса совсем не похожую возьмем сосуд разделенный на две части перегородкой и пусть его половины заполнены газом который поддерживается при разных температурах с помощью нагревателя и холодильника сделаем в перегородке очень маленькое отверстие такое что молекулы будут пролетать через это отверстие из одной половины сосуда в другую не успевая сталкиваться друг с другом в равновесии потоки молекул пролетающих через отверстие в обе стороны будут одинаковыми поток пропорционален концентрации молекул и их средней тепловой скорости а скорость свою очередь пропорционально квадратному корню из температуры откуда мы получаем вот такое равенство получается что концентрации обратно пропорциональны квадратным корням из температур а давление пропорциональны произведению концентрации и температуры подставляем сюда отношение концентрации и получаем что давление относятся как квадратные корни из температур и получается что давление в разных половинках сосуда будет разным где температура выше там и давление больше и конечно так будет только в том случае если отверстие будет достаточно маленьким по сравнению с длиной свободного пробега молекул, а иначе давление конечно же выровняется. Но ведь радиометр с крыльчаткой совсем не похож на такую модель. В нем нет никаких отверстий, зато из шара откачан воздух, причем не полностью, а до давления порядка 1 паскаля. При таком остаточном давлении концентрация молекул составляет порядка 10-14 штук на кубический сантиметр, а их длина свободного пробега порядка одного сантиметра. Кстати, у нас есть ролик на эту тему и мы рекомендуем вам его посмотреть. И получается, что концентрация молекул газа достаточно велика, чтобы мы могли вообще говорить о давлении, температуре и плотности газа вблизи зачерненной и зеркальной поверхности лопастей. Но с другой стороны, длина свободного пробега достаточно велика, она сравнима с размерами самих лопастей и поэтому давление по разные стороны от лопасти, они не выравниваются и за счет этой разности давлений крыльчатка и вращается внутри радиометра. По скорости вращения крыльчатки радиометра можно судить о мощности падающего на нее излучения. Пятно от лазерной указки яркое, но его размеры малы и суммарная мощность излучения не велика, так что крыльчатка вращается не очень быстро. Поставим вместо лазера ультрафиолетовый фонарик, его излучение хорошо видно за счет флуоресценции белого листа бумаги и крыльчатка радиометра вращается и при таком освещении. А теперь сделаем заключительный опыт и поставим радиометр в морозильную камеру холодильника и вот крыльчатка начинает вращаться, но не зеркальными, как во всех предыдущих опытах, а зачерненными сторонами вперед. Почему же это происходит? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok